Первый раз попробовала себя в этом спорте. В 2013 году на фестивале спорта детей-инвалидов. Там были различные виды спорта. Дартс, динамитрия, кольцеброс. Также был армспорт. Решила попробовать. Заняла второе место. И потом решила уже пойти заниматься. Прихожу сначала, разминаюсь на турнике, чтобы мышцы разогреть. Потом иду по тренажерам. Сначала на руки, а так между руками, чтобы и ноги тоже разогреть. На ноги тоже делаю упражнения. Приседания, отжимания. На турнике я подтягиваюсь. Мы больше разрабатываем ей кисти. Руки очень сильные, но кисти не включаются. То есть импульсы не проходят головного мозга. То есть мы удары делаем больше. Статические упражнения и упражнения на пальцы. Выдерживает нагрузки, терпит. Бывает все. Слезы не показывают, но видно, что тяжело. Она очень послушная, она терпеливая и трудолюбивая. То есть через упорство, через труд. Притом победы последние ей дались, можно сказать, легко. Это благодаря упорному труду, который мы выполняем. У меня есть такая поговорка. То есть будет здесь тяжело на тренировках, а там будет легко. То есть зрители видят, что это легко тебе дается, хотя это кропотливый труд. Вот чемпионат мира был в Польше. Там заняла два первых места на левой и на правой руке. Гордость за себя, наверное. И чтобы в дальнейшем как-то совершенствоваться в этом виде спорта. Она очень хорошо умеет концентрироваться, настраиваться. Причем она настраивается не то, чтобы там на победу. Она идет и отрабатывает то, чему ее учили. То, что она знает. И она полностью отдается поединку. Я, наверное, хочу как-то вырасту, свой зал открыть. Чтобы туда люди ходили заниматься, продвигать спортивную культуру. Редактор субтитров А.Семкин